всем добрый день привет привет мне такой неожиданный порыв выйти в прямой эфир на самом деле я вчера хотела выйти в эфир но вчера у меня что-то было настроение такое такое себе а в плохом настроении выходить не хочется привет привет на самом деле я с новостями не знаю для кого-то плохими для кого-то хорошими мастер-класс в москве я отменила и перенесла его в нижний новгород он должен был состояться 6 7 ноября и готовились мы к нему всей командой уже несколько месяцев но не буду вам показывать количество материала заготовленного до вырезанного хотя можно и показать может быть подашь медиана можно пионы и гортензию например потащить и и и конечно самое печальное что мы готовили на большой но большой мастер-класс а сейчас ну это просто один из мешочков до которым сложно просто по одному цветку вырезанные детали да там по пышному пиону мы всегда складываем вот так по пакетику то есть на мастер-классе я раздаю чтобы у каждого чтобы не считать там времени тратить то что очень насыщенная программа ну и соответственно у нас все сразу идет вот так сразу наборчиками и девчонки уже начинают формовать и вот это только по пиону огромный пакет у нас естественно там еще другие цветы да и была забронирована большая просторная фотостудия почему от меня только ну я как бы в чате девчонкам кто записался группе уже сообщила несколько дней назад мы просто очень ждали что нам дадут какие-то письменные гарантии что мы точно сможем попасть на эту территорию в москве да что не будет такое что мы приезжаем а нам говорят о извините а мы не работаем менеджер нам сказал что да мы работаем но бумажного документального подтверждения вам не можем дать так как мы работаем подпольно вот ну как собственно много организации в москве но ко мне летят девчонки из владивостока из италии из других городов и стран и извините да они прилетают а нам перед нами двери например закроют мне такие гарантии не нужны я приняла решение и так знаете лишних седых волос у меня вылезла за это время потому что конечно все серьезно то есть целая команда работала на подготовка мастер-класса откладывать переносить я не хочу я вообще это последний мастер-класс в этом году живой точно и в следующем году меня сейчас спрашивать начинают оля в следующем году в следующем году возможно вообще не будет мастер-класса потому что для меня это всегда знаете такая дуальность с одной стороны я испытываю невероятное счастье встретиться вживую с девчонками да то есть у нас идет обмен энергии и ну правда круто живой мастер-класс не придавая а с другой стороны получается что я всегда нервничаю когда это выездной мастер-класс всегда какие-то накладки происходят это всегда стресс и тяжело сейчас секунду мне домработница звонит возможно что-то срочно неожиданно алло наташ да алло наташ ой да да можно можно но надо разъединить лучше что-то одно потому что все вместе не постирается ну расстегнуть да да а потом мы остальным стираем ладно хорошо все спасибо наташа вам пока пока дела бытовые вот бывает и получается что у нас все готово но девочки часть согласились нижний новгород приехать а у другой части ну просто вот нет такой возможности те кто из москвы например да хотя так интересно те кто издалека они как раз по любому решили доехать до меня до нижнего постараюсь еще в нижнем если получится устроить хотя бы какую-то мини экскурсию по нижнему 8 числа то есть 6 7 мы занимаемся вот хорошая новость для тех кто хотел хотел в нижнем новгороде да и ждал то вот у вас есть возможность что у 7 числа присоединиться на самом деле мастер-класс ну как бы обычно бывает минимальные минимальные группы которые собираю считаю что мастер-класс состоялся это 10 человек то есть это идет окупаемость мастер-класса до всех затрат на материал ну и так далее собственно помещение вот здесь я решила не считать так потому что ну девочки ждали давно этот мастер-класс и я его буду в любом случае проводить поэтому места есть присоединяйтесь кто хотел пишите мне в директ я вышлю вам информацию по мастер-классу который у нас будет вот как раз буквально через неделю вот из-за этого конечно несколько дней я ходила расстроенная надо сказать потому что но это еще раз повторюсь это такой нервяк всегда и очень тяжело принимать что ты не можешь влиять никак на эту ситуацию до что вот так вот все ты планируешь у нас раз и нам ставят такие ограничения поэтому поэтому милости просим в нижний новгород приезжайте нас тоже прекрасный город и я буду проводить в своем помещении то есть там никаких ограничений быть не может мы просто закроемся все и это помещение моё она отдельно стоящие вход отдельный то есть вернее она не отдельно стоящий но вход отдельный то есть там нет никакой пропускной системы а там где в москве мы бронировали там пропускная система ну и собственно на родине всегда проще тем более своем помещении вот что хотел еще спросить вернее рассказать и вас спросить сейчас вопрос стоит острых всех нас прям сильно пинают в сторону прививок и вакцинации я не могу сказать что я там категорически против но просто лично я вот не хочу да и этом свои причины мы не болели и вопрос как вы побежали сделали как себя чувствуете никогда не спрашивала это вообще эту тему не поднимала в аккаунте как-то я не люблю эту тему но уже до такой степени вынудили честно я пошла уже даже думаю ну все надоело надоело туда не пускать здесь ограничение ставят пойду сделаю жен плевать пришла а там очередь человек 30 наверное представляете просто 30 человек очередь до открытия центра естественно я стоять не буду то есть мне нет такого времени нет ни желания не времени мне такой вопрос сразу возник если так хотят люди чтобы наверное правительство чтобы мы сделали вакцинацию почему же они не организуют так чтобы люди без очереди проходили чтобы все вот это работало как-то не скоплением людей когда вот это вот огромная толпа которая должна быть изолирована друг от друга да все стоят в этой очереди ну короче говоря пока вы тут пишите я дальше пойду вот расскажите мне свою историю привелась сама и всю семью ясно молодцы а вот я хотела уже пойти была температура 39 и 40 кто-то да пишет ясно все нормально записать на пока не делали болела год назад ясно олим и не привет но очень становится страшно все кругом болеют уже задумываюсь ну так а что страшно в одну можно же переболеть и чего ну конечно если у вас серьезные какие-то проблемы со здоровьем делал к вивак вынудили все было легко она легкая ясно ясно я не боюсь последствий смысле самочувствия после прививки я боюсь последствий вообще на генном уровне я вот за это боюсь потому что вообще непонятно что нам туда присаживают вот честно говоря и вмешиваются в организм я сделала прививку посмотрев как болел семья сделал все отлично все молодцы но сейчас вот даже при желании сделать я вот не готова стоять только в очереди как советские времена за колбасой что-то как-то вообще семья сына болел очень сильно включая 6 месячного ребенка мы все семьей переболели теперь спокойно ясно мы не привиты не собираюсь но да тут мнение разделились но мне не нравится сам факт что меня вынуждает я просто не люблю когда на меня давит вот я хочу сама принимать решение все что касается моей жизни здоровья не делал не собираюсь делать ну вот не собираетесь вопрос да а как же вы правильно говорить а что будет потом да вопрос про потом то есть меня вопрос про потом потому что ну я даже не пью иммуномодулирующие средства никакие то есть слава богу сейчас мозг стал на место я занялась своим питанием и мы там вирусными инфекциями всякими не болеем вообще семьей практически такого не бывает и я только выправила свой иммунитет более-менее да но еще есть над чем работать понятно и вдруг такое вмешательство будет в иммунитет вот мне как-то вот не хочется после того как родные друзья стали умирать страшно за родителей а видим сейчас то папа у меня сделал но папе у меня 84 года и если там даже какие-то изменения пойдут то знаете он уже жизнь прожил то есть ему сейчас главное сохранить ее а дальше ему уже пофигу а что там у нас какие изменения пойдут через какое-то время вот неизвестно ну ладно послушала я вас я в любом случае буду думать очередь стоять а мне уже сразу сразу неинтересно стало потому что у меня просто нет на это время вот скажите поделитесь как у вас городах напишите как как у кого-то же ограничение тоже поделитесь города можете написать город такое-то закрыто кто-то ну проходи да нет нормально у меня тут все работают вот расскажите каком городе и как у вас писать дела вообще как настроение потому что вчера связи вот с этим совсем с тем что мне пришлось перенести мастер-класс тем что вынуждает делать прививку с тем что закрыты магазина мне что-то надо купить да и не все есть в интернет магазинах а есть то что нужно купить прямо сейчас не знаю там сходить голову покрасить сейчас буду искать подпольных мастеров вот в нижнем новгороде может быть кто скинет хороших привет там есть что заняться а и по видео да еще несет и поэтому в общем вот это все на меня вчера как-то навалилось и настроение было такое печальное вчера себя жалела вот было такое а я очень боюсь именно этих прививок даже от гриппа не ставим потому что очень сложно и перенести не всей семьей только думаем как поступить дальше да мы тоже очень сильно переболели всей семьей даже с потерями хотим привиться после спутника было плохо теперь болею каждый месяц август сентябрь три недели отработали опять болела октябрь и мунка сдохла моя ну вот об этого я и боюсь короче говоря на ульяновская область ограничений во всем у нас якутии тоже карантин калининград с сегодняшнего дня закрыто все подмосковье поехали поехала в город все магазины работают да прикольно украина хмельницкий автобус который едет между областями не пускает без сертификата в поезд тоже это кошмар слушайте ну ладно передвигаться даже за подольск на локдауне новосибирск еще живет до 30 пока везет вам украина запорожье многие магазин закрыты в некоторых пускают по сертификатам меня смущает что раньше если высокие антитела прививку не надо было делать а сейчас не имеет значения смысл прививки получается только в том чтобы лишь бы у колодца получать тогда вот именно что я тоже вот этого не понимаю если ты переболел например у тебя антитела вопрос зачем по моему в германии это не требуется еще где-то если ты переболел тебе даже нельзя делать прививку как бы это вредно даже самарской области закрыта в крупных торговых центрах вход только по коду и поспал поспал у нас даже войти нельзя у нас вообще все закрыто все торговые центры город уфа сегодняшнего дня говорят что с 18 до 6 выходить из дома нельзя фига себе боже мой это что такое какое-то какое-то злое будущее настало москва закрыта магазинные рынки кроме продуктовых ага в крыму нет жесткого карантина с 30 посмотрим мост в крым к вам рвануть настроение не очень дочь должна была уехать на турнир в екатеринбург пришлось давать билеты блин неприятно даже таджикистане пока свободно многие кстати кто привился на работе постоянно начали ходить на больничный цепляют каждый чих спасибо кстати а вот поделитесь да кто после прививки изменился иммунитет именно вот к вирусным заболеванием каким-то прививки делать не буду до последнего непонятный состав да ну про состав есть видео уже просто лучше не смотреть еще страшнее становится алтайский край ничего не закрыть по крайней мере пока слушайте ну молодцы что держитесь молодцы у нас двоюродный брат делал до этого никаких признаков диабета не было после этого возникли проблемы и на инсулинах сидит фигасе владикавказ тоже на карантине нового магазина открыты только там торговый центр не знаю работают или нет иркутск тоже закрывает 30 только по кодам течение полгода есть антитела а потом ты заново можешь заразиться я так два раза переболела с периодичностью в 7 месяцев я не привита понятно так и с прививками болеют нидерланды 86 вакцинированных все открыто ходим без масок только в транспорте слушайте прикольно молодцы а какая вас вакцина в нидерландах файзер наверное так ну что смотрите настроение конечно я смотрю ну так не сказать бы что все сильно счастливы я понимаю что сейчас ограничение правда найти ворвались в нашу жизнь и меняет ее да мы должны под нее подстраиваться сегодня списывалась тоже с девочкой вчера их не пустили в торговый центр ну не в торговый центр а куда-то они должны были зайти там было открыто в общем их не пустили спросили паспорта хотя паспорта не имеет права спрашивать кроме ну то есть ты по городу не обязан ходить с паспортом нас нет такого режима и паспорта контролирующие органы должны спрашивать охранник на входит в какой-то магазин он не контролирующий орган скажем так вот это просто частная охрана поэтому паспорта не имеет спрашивать но тем не менее их спросили и она как бы не знала что ответить она мне просто как бывшему юристу написала это же она сказала что настроение вообще отстойное я говорю я вчера вообще просто просто вечером было никакая и сегодня стало конечно уже получше но вот эта общая атмосфера какая-то сейчас она достаточно тяжелая некую ответственность чувствую за то что творится у моих девчонок в душе да а все кто мои ученицы это мои девчонки и неважно в клубе вы у меня состоите или у меня в чатах по обучению я вчера или позавчера кстати скинула позавчера вчера не помню скинула видео такое мотивирующее сообщение по чатам почти везде разослала просто хотелось как-то поддержать девчонок понимаю что конечно очень тяжело когда ты только начинаешь что-то делать да и какие-то ограничения и сразу кажется что он может быть это какой-то плохой знак или может не стоит туда заходить и может быть не стоит делать я наоборот рассматриваю что если вас посадили дома значит у вас есть возможность как раз развиваться и вот свои подруги сказала сегодня что да у нас плохое настроение но и неприятно что на нас давят и неприятно что мы не можем там влиять как-то на ситуации но мы точно можем влиять на восприятие этой ситуации мы точно можем сделать выбор жить сейчас угнетенно до печально грустно злясь там на правительство на все на свете и веня всех в том что у нас там что-то не получается либо жить на других вообще вибрациях более высоких и видеть хорошее вот правда сейчас может показаться что такой типа позитивный позитив нет я повторюсь тоже с настроение не все хорошо но я выбираю в этой ситуации значит находить плюсы и придумывать как использовать ее для себя да то есть ну что во первых у меня есть возможность вот с мастер-классами расстроилась ну что доедут до меня сильнейшие будет небольшая группа для меня это комфортно для девчонок вообще кайф потому что когда я беру по 20 брала по 20 с лишним человек на мастер-классе пусть и с помощницей все равно естественно внимание уделяется не так до каждому хотя конечно кто был на живых мастер-классах знает что я супер женщина и я успевала везде то есть я за два дня просто садилась на стул только поесть вот поэтому но здесь будет вообще такая камерная обстановка и будет больше такого теплого общения обо всем на свете и это здорово я думаю что мы конечно себя замотивируем себе настроение точно на год вперед сделаем потому что девчонки едут ко мне некоторые уже не первый раз и не просто так есть какая-то терапевтическая история в моих живых мастер-классах поэтому вот так то еще киргизии пока только в школе маски опять не придерживаются массовые праздники так далее если даже выходит указ всем по барабану понятно приезжайте к нам новосибирск не думаю что у нас закроет транспорт наоборот есть организации которые обязаны работать согласно постановлению губернатора новосибирской области авто и ржд обязаны работать в таллине пока без ограничений но со следующей неделе ученики 4 8 классов на дистанционку парадокс конечно дочка в пятом классе будет дома учиться а сын в третьем классе будет школу ходить ну да у нас не только в россии такие приколы потом они будут общаться и разносить все это да есть такое конечно вот алина энергии поражает спасибо здравствуйте только начинаю делать ростовые цветы посоветуйте где и как продавать и как развиваться в этом направлении мы об этом обо всем говорим в клубе в закрытом творческих предпринимателей а также у меня есть масса полезных эфиров на моем youtube канале просто в любом поисковике зам забивайте ольнева декор ольга ольнева youtube и все и смотрите могу сказать что все кто добился успех мои ученицы они все очень внимательно смотрели мои эфиры под запись там очень много полезного столько полезного не дает ни один преподаватель бесплатно это я вам точно говорю ну и приходите в закрытый клуб скоро новый месяц и мы начинаем новые темы то что вот за эти месяцы мы прошли в закрытом клубе вы сможете все посмотреть даже если вы сейчас только вступите конечно вы много что пропускаете в моменте да но пересмотреть вы сможете коуч сессии до встречи с разными спикерами мои эфиры полезные все там сохраняется все можно посмотреть так что присоединяется в клуб там как раз много полезного про то как поверить себя как начать продавать где искать клиентов как с ними работать мы затрагиваем телу темы поддержки семьи как перебороть вот эту обиду за то что не поддерживает много всего ну клуб рекомендую очень то есть это то что нужно но в том случае если у вас уже достойной работы да ну или какие-то работы есть которую действительно можно продавать потому что если еще тяп-ляпы сбоку бантик то вам никакой клуб не поможет единственное что вы узнаете в клубе что любые работы нужно подтягивать до хорошего качества и тогда уже ждать продаж а то знаете сделают из того что было я его слепила из того что было и потом ждут продаж потом пишут большие цветы не продаются они не продаются ну не не востребованы вообще бизнес конечно не востребованы потому что посмотришь на то что вы хотите продать становится страшно такого мне присылает добра полно да очень плохо для родных дедушкам бабушкам страшно вот дети тоже болеют ясно надо иммунитет укреплять всем причем мой папа например за вот эти две недели пойдет скоро второй раз в поход буквально две недели назад он ходил в поход пешком 15 километров на свежем воздухе иммунитет будет хороший диана там проволоку женат сразу значит как то это вот что скажете про клуб про клуб вам реклама такую сразу рассказал про клуб нет это не просто рекламу как бы многие же не знают что у меня есть закрытый клуб поэтому говорю что точно туда нужно очень стоимость клуба где посмотреть у меня в шапке профиля есть ссылка там можете полазить там все есть стоимость клуба за один месяц 1400 за три месяца можно оплатить 200 то есть 700 рублей за месяц получается очень выгодно то время которое я трачу на клуб это информация которую вы там получаете она стоит гораздо дороже просто дороже я потом буду на базе этого клуба делать уже марафона личностного роста которые будут стоить отдельно просто там за две недели гораздо дороже просто нет смысла эти знания так дешево отдавать сейчас те очень везет тем кто приходит в клуб потому что я там прям делюсь и своими каким практиками техниками которые используют для себя я человек успешный добившийся в своем деле уже очень значимых результатов и конечно поэтому те техники которым я делюсь и вообще как я прохожу сложные моменты какие-то это все рабочие поэтому почему нужно прислушиваться и пробовать на себе обязательно потому что вот вы видите что я тот человек который через это прошел и у меня получилось я этим делюсь вот поэтому приходите по поводу мастер-классов живых я сказала да что в этом году в нижнем новгороде это будет последний мастер-класс точно живые мастер-класс не планирую и на следующий год тоже не могу сказать вообще будет или нет может быть как один или два но это вообще не точно и скоро будет у нас старт скоро это когда 1 ноября стартует курс интерьерные штучки вот мне часто спрашивают с чего лучше начать и я всегда говорю что лучше начинать мало если вы совсем вот прям не знаете не не пробовали не работали с материалами начинать сразу делать не знаю фото зоны или делать какие-то гигантские цветы вас правда из дома могут выселить а делать красивые интерьерные среднего размера такие интерьерные штучки которые можно просто по дому развесить подарить друзьям а потом если вы захотите можно это и продавать так это не будет занимать много места никто не будет на вас фыркать что вы здесь половину комнаты заставили материала надо немного картины они места много не занимают поэтому поэтому очень советую поход от хорошо только приехала с гор с ущелья ганачхыр поднимались на 4000 над уровнем моря природы там супер да это здорово это здорово я очень хочу по горам в какой-нибудь тур но хочу чтобы было тепло то есть я однозначно когда тепло но не жарко то есть надо наверно весной записываться на какой-нибудь тур такой вот чтобы пешочком чтобы с красивыми видами и просто горы это моя страсть и ни разу но я когда ездим там в красную поляну естественно этом пешочком много хожу но вот так что прям уйти на целый день в городом с рюкзаком такого не было ни разу именно в горы так то я естественно ходила с палатками там с байдарками люблю все это и сейчас даже поняла вот вчера что я больше вспоминаю не морской отдых наш до который был в этом году я уже два раза и съездила на море не то что в этом году буквально за лето вот но мы еще ездили с байдарками с семьей на байдарках на две ночи и вот и воспоминания об этим об этом путешествие для меня еще явче то есть всей семьей с папой с сестрами с племянниками это было круто вообще и так хочется но в нашей полосе только летом такое возможно конечно сейчас очень холодно вот а будут интерьерные штучки 2.0 да они будут следующем году следующем году будут точно дело то что я могла быть курсы запускать и чаще да но мне интереснее когда в группе работает побольше людей почему потому что я сохраняю эти что такое там мою машину прям это вот дело в том что когда в группе в чате в закрытом достаточное количество учениц и начинается вот эта активность девчонки скидывать свои работы до красивые работы пишут что я продала что я купила курс пишут что там у меня как горячие пирожки и разлетаются эти картины девчо девчата которые недостаточно внутри замотивированы они вот эту внешнюю мотивацию хорошо воспринимает они начинают тоже двигаться для меня очень важно ваши результаты это прям мега важно почему я трачусь на вкладываюсь так сильно в онлайн-школу почему я ее довожу до такого уровня и постоянно улучшаю почему я добавляю в курсы какие-то новинки и дарю и бесплатно добавляю если вы уже оплатили а я там что-то до снимаю да а почему я оплачиваю куратора почему куратор тратит время и пишет лично каждому что давайте да сдайте уже домашку это все для того чтобы вы действительно сделает то зачем пришли потому что есть такие которые сливаются но доходимость моих курсов 80 процентов и более то есть в среднем это настолько высокий уровень то есть другие у кого онлайн-школы просто у них там где-то 50 процентов может быть да а здесь просто 80 процентов доходят и делают результат это очень круто потому что вот я как это наседка с вами не знаю насколько я так долго еще буду не уверена что мне много хватит вот весна конец апреля приезжайте на курорт карачаево-черкесской республики на курорт архыз и кишкет слушайте да мне туда кстати звали у меня ученица там тоже есть в карачаево-черкесской и на горные лыжи меня по моему туда же приглашали сказали приезжай все тебе устроим было такое вот весна конец апреля слушайте спасибо архыз прокурорта архыз много слышала у нас прямых вылетов нету но думаю что через москву наверное спасибо большое вот ну что что еще какие у меня есть ко мне вопросы поэтому поэтому присоединяйтесь курс интерьерной штучки 10 стартует 1 ноября это те кто не может приехать на живые мастер-классы те кто у меня на живых мастер-классах будут у них этот курс идет подарок они смогут пройти прикольно просто когда-то на живом мастер-классе уже потрогал материал поработал с ним до вдохновился какие-то ошибочки уже видел да я же поправляю в процессе то воспринимать видео информацию очень хорошо гораздо легче но именно эти курсы сейчас показывают что уровень обучения настолько высокие что девочки понимают все через экран отлично и они делают результаты но вот недавно прошел конкурс сегодня кстати объявим 5 победителей а сейчас в аккаунте выложу 10 финалистов и вы же видели какой результат а девочки пришли абсолютно с нуля ну как с нуля делать такие шедевры только потому что я каждую загогулинку показываю в камеру все объясняю словами терпеливые по многу раз в чем отличие интерьерных штучек 1 и 2 там вообще разные картины там просто разные цветы вот и все то есть там разная программа интерьерные штучки 1 там входят крылья крылья часы крылья картины крылья ночник крылья большие на стену светящиеся сирень кудрявая роза бутоны ягодки то есть там просто программа другая а в штучки 2 0 там пионовидные розы полу роза гортензия ночник бутоны тоже что там каллы экзотическое панно по-моему туда я еще включила экзотическое панно красивая с экзотической птичкой то есть ну они разные просто просто разные вот а сколько стоит вход в закрытую группу в закрытую группу я повторюсь не в группу а в закрытый клуб творческих предпринимателей это сообщество такое знаете уютное комьюнити где вас всегда поддержите вы можете и пожаловаться и попросить обратную связь на горячую тему где я приглашаю спикеров и они читают лекции на разные темы где я даю обратную связь и рассказываю тоже эфиры делаю полезные для девчат мы прорабатываем страхи у всех есть масса страхов вот прям сейчас напишите у кого есть страх публичности просто напишите мне плюсики поставьте я уверена что те кто активен но есть те кто просто не любят вообще что-либо ставить в окошечко внизу да хотя обратная связь для меня очень важна как бы подготовиться к интерьерным штучкам что должно быть должен быть материал но вы не переживайте например сегодня мы скинем в чат и кто уже оплатил список материалов которые необходимы вот список материалов это этот по списку материалов вам не надо из головы брать вас все по списку сколько чего нужно закупить да олечка вы правы лучше один раз увидеть чем сто раз услышать согласно согласно конечно вот страх публичности отлично ну вот я купил у вас курсы у меня есть страх начать вот просто такой какой-то дурацкий страх не могу понять почему причем сейчас у меня нет особо важных дел но смотрите выпишите страх что вы боитесь сядьте и себе признаетесь вы боитесь попортить материал вы боитесь что у вас не получится и так далее и каждому из этих страхов выписать еще страх попортить материал ну что плохого из-за этого будет да то есть вот прям дальше цепочку и когда вот эту цепочку выстраиваете страху уже меньше становится во первых во вторых вы можете мне всегда написать в чате в чем проблема что непонятно а скорее всего что вы по хорошему и уроки не посмотрели а сами уроки они тоже очень вдохновляющие когда я веду видео заказа ну записываю там тоже энергия льется понимаете через экран вы просто это откроетесь этому для меня например очень мощная мотивация не окупить какой-то курс для меня вот это просто позорняк понимаете слил деньги слил деньги они потом не приходят если ты тратишь пустую деньги у тебя потом получается ну энергия денежная она не возвращается поэтому не надо сливать деньги да боюсь попортить материал хотя купила его за кучу денег и очень много метров но значит у вас просто страх чистого листа вы знаете когда писатель не может ни строчки написать да то есть страх чистого листа тут очень простой совет взять и сделать все очень просто ведь даже если у вас не получится это тоже будет результат понимаете а еще просто посмотрите на работу учениц посмотрите качество работ это люди которые пришли ко мне с нуля с таким же страхом как у вас они тоже боялись но они взяли и сделали для меня например вот страх да не сделать то есть тогда я себя буду ругать корить и вот этот вот куча материала который стоит я из нее ничего не сделала будет давить на меня забирать мою энергию я надеюсь что у вас сегодняшним эфиром как-то за мотивирую но надо искать не только внешнюю мотивацию а мотивацию внутри почему вы этого хотите для чего вам это идите от обратного тогда ничего я боюсь а почему я хочу этим заниматься что мне может дать продажа цветов вот например я благодаря большим цветам я езжу путешествовать несколько раз в год я могу ходить не знаю там полдня посвятить просто себе заняться спортом полежать в сауне сходить к косметологу я могу уехать посреди недели куда угодно и не отпрашиваться ни у кого я работаю с людьми которые мне нравятся я сама себе хозяйка я могу покупать дорогие брендовые вещи я не знаю сколько стоят продукты в магазине например просто не смотрю на цену мне всегда этого хотелось никогда не хотела покупать со скидками например да и вот а буквально недавно было по-другому а сейчас вот так то есть я не зря работала и вот это для меня мотивация я хочу еще лучше я хочу еще больше я хочу прийти в автосалон и купить машину за наличку например которую я хочу я хочу переехать в большую квартиру знаете вот ну каждая своя мотивация я хочу поехать на мальдивы в супер там не знаю виллу какой-нибудь то есть вы просто для себя должны вот у вас есть страхи пропишите есть а есть еще то почему вы этого хотите что вам может дать это занятие она может дать энергию может дать удовлетворение собой потому что когда женщина занимается творчеством и получается красивый результат это настолько вдохновлять настолько наполняет ресурсом женщину но любого человека что ты потом просто горы идешь можешь свернуть то есть я всегда знаете можно тик ток снять какая я иду домой если у меня что-то не получилось такая панура иду грустный и как какая иду когда у меня получилось красиво я просто в припрыжку скачу понимаете и готова всех встречных расцеловать насколько я счастлива то есть поэтому вы просто подпитать синергией и если у вас что-то не получится у вас же есть обратная связь у вас есть обратная связь это очень ценно чтобы я перестала бояться с чего мне начать с какого цветка сирене начните сирене а еще смотрите когда вы обучаетесь на курсе у вас может быть в каком-то этапе затык вот например вы сделали а дальше не получается и бывает так что девчата скидывает оля вот я сделала и вот у меня сейчас прям стопор мне не нравится что мне сделать и я в этот момент просто ну что-то подсказываю да как как двигаться дальше и все и человек понимает что просто нужно было на это посмотреть под другим углом в этом и ценность этого курса потому что другие уроки которые давно отсняты я их просто когда вы их покупаете там уже обратной связи такой нету но это же все-таки ценность это мое время да это время куратора и из-за этого покупать курсов и быть в моменте на этих курсах проходить его со всеми вместе очень важно и ценно вы не отложите на потом вы не забросите ну понятно что я говорю 20 процентов есть таких но скажите мне несу ли я за них ответственность нет я даже за те 80 не несу ответственность на самом деле максимально что можно дать дано в видео уроках дано с обратной связью у меня есть менеджер онлайн-школы есть куратор на курсе поэтому если вы не находите внутреннюю мотивацию то вам нужно ее искать нужно практики подключать приходите в закрытый клуб творческих предпринимателей там очень хорошо это с этим работаем у нас один день поплакали девочки пожаловались на мужей а на следующий день пошли и побеждать пошли вот как бы так когда есть обратная связь от единомышленников вот это вот все общение она очень хорошо работает ну что я наверное завершаясь потому что я сегодня в кое-то веке пришла на работу и мне осталось буквально два часа на то чтобы что-то еще поснимать тут и сделать вот меч надо stories выложить пост выложить дел полно вот но еще я занимаюсь собой поэтому работаю не по многу сейчас как мне кто-то написал вчера оля а почему так мало работа вы выкладываете stories а потому что я просто меньше работать стала я этого хочу я не хочу впахивать так как я раньше работал хотя я говорю что с этого началось и успех мой в том числе он это была цена за успех до чтобы развить свою фирму свое тело придется первое время сдать себя в аренду то есть просто скажите мне что я пошел вот эти там три года или год но у всех по-разному да и я собственно понимаю что я просто себя сдала в аренду своему успеху тому будущему который я хочу нарисуйте его себе ну и как бы нет не жалуйтесь я в течение трех лет точно работала практически без выходных ну были выходные понятно даже в отпуск мы ездили да но это было такое знаете вот уже вознеможение когда ты едешь было даже такой что я больная полетела потому что заболела перед самым отлетом это уже говорит о том что я была уже в истощении сейчас конечно просто такого я уже не не жду когда совсем хреново я готова ехать в отпуск когда просто захочу вот мне уже захотелось я полетела оль вы просто супер спасибо за поддержку мотивацию пожалуйста спасибо ну те кто только присоединился я вам рада но мне пора правда уходить вы можете пересмотреть этот эфир этот эфир я его сохраню в аккаунте в hdtv год назад я переселилась переселилась очень много орхидеи рост которые у нас висят но про поддержку мужей тут это отдельная тема эфира поэтому даже не буду сейчас договорить вот ну что всем хорошего настроения правда сейчас атмосфера такая немножко угнетающая но я говорю нужно над этим всем подняться выше и там оно солнце то есть смотрите когда вы взлетаете на самолете я думаю сейчас вот все наверное это сравнение представят до себе то есть мы почти всегда взлетаем в облаках но довольно часто и вот этого разные уровни вибрации да то есть ты в облаках ничего не видно непонятно чего ты хочешь и вообще некий страх есть да и неизвестность и так далее все это давит на тебя и вдруг ты поднимаешься выше и видишь чистое небо вот чистое бесконечное небо солнце и только внизу там где-то облака и страх отпускает и вот в жизни так же то есть вот над всем это и над всей этой ситуации на всеми этими проблемами нужно уметь подняться выше здесь помогает еще раз говорю разные практики и не нужно думать что это какая-то ересь нет так и есть мне очень помогает и вам советую ну как минимум можно начать с медитации сначала не поймете в чем дело а потом втянетесь ладно всех целую обнимаю дистанционно это можно и пока пока до новых встреч